Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Впервые в регионе появился аппарат для остеоденцитометрии. В Нюнинском округе полным ходом идет обновление медицинского оборудования. Ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах Бурандей пройдут в Наринмаре 19 марта. Что ждать гонщикам и гостям региона? Больше 50 лет народный хор «Родные напевы» из Индиги является визитной карточкой поселка. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Восемь новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. Шесть человек выздоровели. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПСР-лаборатории, уровня референс, находится 200 человек. Из них стационарное лечение получают 14 человек, амбулаторное – 186. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В учреждениях Ненецкого округа продолжается плановое обновление медицинского оборудования в рамках национального проекта здравоохранения. Так, в рентгенологическом отделении Ненецкой окружной больницы установили аппарат для остеоденцитометрии, а в поликлинике Заполярного района – новый маммограф. Александра Литкова расскажет подробнее. Остеоденцитометрия – это количественное измерение кортикальной и губчатой кости при помощи компьютерной томографии. Данный метод лежит в основе диагностики остеопороза. Остеопороз – компрессионные переломы позвоночника на фоне остеопороза. Вторичный остеопороз есть. При некоторых заболеваниях вымывается костная ткань из скелета. Оборудование для исследования плотности кости появилось в Нарьинмаре впервые. Ранее подобную диагностику жители округа могли получить только за пределами региона. Обследовать можно как все тело, так и отдельные его части. Пациент укладывается на стол в различных укладках, соответственно, области исследования. Управление аппаратом идет с пульта за ширмой рентгенной защиты, которая расположена. И сотрудник тоже находится там, потому что это все-таки ионизирующее излучение, необходимая защита. И вот эта вот дуга аппарата, она начинает двигаться и потихонечку сканировать необходимые части скелета. Готовность медицинского учреждения к запуску нового оборудования проверил губернатор Нинецкого округа Юрий Бездудный. С возрастом у людей вымывается кальций, кости становятся ломкими. И все эти пациенты до сегодняшнего дня вынуждены были улетать и проводить эти исследования в других городах. С сегодняшнего дня эти исследования будем делать у нас, в округе, ну и, разумеется, в лечении. В Центральной поликлинике Заполярного района установлен новый маммограф. Аппарат представляет собой рентгеновскую установку, при помощи которой проводят исследования молочной железы в профилактических целях для своевременного обнаружения опухолей. Это исследование относится к одному из золотых стандартов исследований и заболеваний, особенно онкологических заболеваний молочной железы у женщин. Этот аппарат, этот аппарат в рамках модернизации закуплен. Аппарат цифровой. Снимки формируются напрямую без дополнительного оборудования. Изображение можно сразу отправить на компьютер лечащего врача. Исследование проводится непосредственно на аппарате, и картинка сразу выходит на два монитора. Мониторы очень высокочувствительные и позволяют... Картинка по качеству, цифровая картинка гораздо-гораздо более качественная. И наш комплекс дополнительный позволяет еще и картинку обрабатывать в разных ракурсах. То есть это очень-очень облегчает нам исследование. Направление на прохождение данного вида диагностики выдает участковый врач-терапевт, специалисты женской консультации или врач-онколог при наличии жалоб, а также для профилактики заболеваний. Приобретение современного оборудования позволит обеспечить пациентов доступной и высококачественной медицинской помощью. Замечательный кабинет. Самое большое количество патологий, связанных с онкологией, это рак груди. И появление этого аппарата в поликлинике Заполярного района позволит обследовать женщин не только из города, не только из поселка искателей, но и из всех населенных пунктов округа. Напомню, модернизация первичного звена здравоохранения в Ненецком автономном округе и развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи являются одними из ключевых федеральных проектов национального проекта здравоохранения. На строительство дороги на Ринмар-Усинск Ненецкий округ дополнительно получит 3,9 млрд. рублей из федерального бюджета. Об этом в ходе оперативного совещания губернатору Ненецкого автономного округа Юрию Бездудному доложил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павел Масюков. В непростой экономической ситуации правительство и Минстроя поддерживают большую часть отраслей это строительство автомобильных дорог и коммунальная сфера. То есть это приоритет, который в принципе мы не так сильно страдаем от импортозамещения. И 10 марта было принято распоряжение правительству Ненецкому автономному округу и он вошел в состав немногих регионов, которому выделено дополнительное финансирование на дорогу на Ринмар-Усинск. Так, с целью опережающего завершения мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на строительство автомобильных дорог округу выделено 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Данные средства будут распределены между вторым участком автомобильной дороги и нулевым участком. До конца текущего года планируем работы все выполнить. Дорога на Ринмар-Усинск строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на средства федерального бюджета. Протяженность достроенного участка трассы составляет 27,3 километра. Сложности с поставками из-за рубежа не повлияют на окружных производителей. Вопросы импортозамещения обсудили и на совещании в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса с представителями местных производителей. Подробности в следующем сюжете. По словам руководителей окружных предприятий, производство хлеба, мясных полуфабрикатов и сельскохозяйственной продукции останется на прежнем уровне. Единственная сложность, с которой может столкнуться сфера производства – это фасовка товара. Часть упаковки привозят из других стран. Мы понимаем, что в состав производства, как возьмем агропромышленный сектор, в частности нашу единицкую агропромышленную компанию, мы понимаем, что основные части – это упаковка, пленки – все это может привести к удорожанию. Мы должны работать с этими поставщиками, должны понимать, где их можно заместить на отечественные аналоги. Товаром первой необходимости, которые производили иностранные компании, будут искать аналоги на российском рынке. Те поставщики, которые шлют нам свои уведомления о повышении цены в процентном соотношении, да, это есть, но это не говорит о том, что мы будем продолжать с ними сотрудничать, мы будем искать альтернативу, будем переходить на российский рынок, на продукты российского производства. На сегодняшний день прорабатывается вопрос с российскими поставщиками. Но что касается ненецкой агропромышленной компании, основные компоненты для работы уже закуплены. Упаковочной тары и комбикормом производство обеспечено на полгода. Небольшие проблемы у нас есть по закупке запчастей к сельскохозяйственной технике, потому что у нас она в основном итальянского и польского производства. Но как бы этот вопрос, мы считаем, что на этой неделе был решен, поэтому какая-то часть проплочена, какая-то часть будет закупаться до конца марта, но с этой задачей мы справимся. По словам Анатолия Чудочина, запчасти оплатили ещё в начале года. Они были в наличии у поставщиков в Перми и Кирове. Тракторные запчасти закупаются в Белоруссии. В этом году были куплены в лизинг два новых пресса. Что касается подготовки к сенокосу, то она начнётся уже через месяц. Вся сырьевая база, технологии, они в стране имеются с историческим ещё периодом. И это для наших предпринимателей очень хорошая, это хорошая существенная возможность для того, чтобы за этот период, когда были введены санкции, отработать технологии, наладить это производство. То есть ниши целые высвобождаются, при этом спрос остаётся. По словам Альберта Чебдарова, в краткосрочной перспективе в стране появится много новых отечественных предприятий. Что касается Ненецкого округа, то он полностью обеспечен своим производством мясной и молочной продукции. В регионе функционирует тепличное хозяйство. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность. Елизавета Кабанова, Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Лыжник из Ненецкого автономного округа, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Терентьев выиграл Малый Хрусальный Глобус. В молодёжном зачёте Кубка мира среди спортсменов до 23 лет. Это ещё одна победа нашего земляка. Российский лыжник набрал 330 очков, опередив своего ближайшего преследователя немца Фридриха Моха на 117 очков. Третье место в зачёте занял швед Вильям Парома. Терентьев одержал победу, несмотря на пропуск двух последних этапов Кубка мира в Норвегии из-за отстранения российских лыжников. Также спортсмен пропустил ряд стартов в январе из-за травмы. 22-летний Александр Терентьев дебютировал на Кубке мира только в нынешнем сезоне. Свою первую победу лыжник одержал в дебютной гонке с принте классическим стилем на этапе финской руки. Также на счету Терентьева ещё одна медаль – серебро эстафета в норвежском Лиленхаммере. В молодёжном зачёте на Кубке мира впервые в истории России победил россиянин. В России отмечается высокий уровень заболеваемости и смертности от колоректального рака. Что касается Ненецкого округа, то здесь рак толстой кишки занимает третье место среди мужского населения и первое место у женщин. Как предупредить болезнь, а также о способах лечения, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Все силы эндоскопического сообщества направлены на то, чтобы выявить рак на ранней стадии, а также предобухолевых состояний. Рак толстой кишки – это тот тип заболевания, который развивается из доброкачественных образований достаточно длительно. Предупредить болезнь поможет именно скрининговая колоноскопия. Проходит она у нас без наркоза, при особом, скажем так, пожелании или страхе пациента. Можно, конечно, организовать это и под наркозом, но это немного сложно пока в наших условиях, потому что в данном кабинете у нас нет пока подвода кислорода. Но в целом сейчас техника колоноскопии изменилась, поэтому не очень болезненно проходит. По времени тоже в зависимости от подготовки пациента, во-первых, и, во-вторых, от того, что у него находится на колоноскопии. Это может занимать от 30 минут, ну, где-то до часа. Колоноскопия проводится только в том случае, если есть положительный тест на скрытую кровь. Проведение этого теста обязательно показано людям, достигшим 40-летнего возраста. Также, если есть генетическая предрасположенность, то есть кто-либо из родственников болел раком толстой кишки, необходимо проводить колоноскопию в целях профилактики, не дожидаясь 40 лет. Лечение раковых образований – это, конечно, прерогатива онкологических клиник. Если это крупное уже образование, то, естественно, там выполняются большие операции по исчечению объема кишки, в зависимости от пораженного участка опухолью. Если же это небольшое онкологическое образование на первой стадии, рак инситу, то возможно его эндоскопическое удаление, то есть, либо прямо во время операции, но чаще всего все-таки это в стационарных условиях делается, потому что необходимо дообследование. И из просвета кишки возможно удалить эту опухоль, скажем так, не заходя в живот. Как подготовиться к колоноскопии, чтобы специалисты смогли точно увидеть картину пациента? Необходимо точно придерживаться диеты, а также принимать препараты, которые пропишет врач. Если нарушать диету, выпить неполный объем раствора, то подготовка, соответственно, ухудшается. И, во-первых, удлиняется сама процедура, потому что приходится тратить время на отмывание головы, массы, стены, кишки. Ну и, во-вторых, можно что-то пропустить, потому что зачастую большим количеством жидкости или клетчаткой бывают, закрываются мелкие образования в кишке. В прошлом году в Наринмар приезжал онкопатруль. 13 ведущих врачей-онкологов проводили профилактические осмотры и мастер-классы для врачей Ненецкой окружной больницы. Провели несколько операций вместе с эндоскопистом, который приезжал в составе онкопатруля. Поэтому, я считаю, да, это было очень ценное знакомство. Ну, в общем-то, мы и так до этого уже осваивали новую технику выполнения колоноскопии. Но Александр Сергеевич, который приезжал в Далиев, он нам, в общем-то, еще показал дополнительные приемы, которые можно применять при колоноскопии. И сейчас мы их тоже стараемся активно все использовать. С 16 по 18 марта в Наринмаре онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина проведут приемы пациентов по заранее сформированным спискам, а также мастер-классы, лекции и доклады для местных врачей. Будут организованы телемедицинские консультации с главным центром по ВКС. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. 19 марта в Наринмаре пройдут ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах Бурандей на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Регистрация участников начнется в 8 утра. С 9.35 до 9.55 будут проходить разминочные заезды. Отборочные заезды начнутся в 10 утра. Открытие соревнований и почетный круг в честь этого события запланировано на 11.00. Финальные заезды и заезд ветеранов пройдут с 11.30 до 14.10. Церемония награждения состоится в 15.00. Заезды пройдут в двух категориях. Мужчины старше 18 лет смогут попробовать свои силы в классе свободной. Победителем будет участник с лучшим временем в заезде. Что касается класса Буран, здесь будут три группы. Мужчины с 18 до 50 лет, мужчины старше 50 лет ветераны и женщины старше 18 лет. Победителем станет участник, который пересечет финишную черту первым. Призеры и лидеры будут определены во всех группах. В этом году гонки будут проходить в районе воинской части номер 12403. От площади Ленина к месту проведения и обратно с 9.30 будет ходить бесплатный автобус. Для зрителей на мероприятии будут организованы торговля товарами региональных брендов и тематические фотозоны. А также подготовлены интерактивные программы. Прямую трансляцию Бурандея можно будет посмотреть на телеканале «Север». Напомню, в прошлом году за место победителя боролись 60 участников. Песни спеты из сердца. Уже больше 50 лет народный хор «Родные напевы» из Индиги является визитной карточкой поселка. От всех, кто поет для души и радует односельчан своим творчеством, расскажет Василий Хатанзейский. На сцене Дома культуры поселка Индига ансамбль «Родные напевы». История творческого коллектива началась еще в прошлом веке. Изначально это был обычный хор при Доме культуры. Раньше артисты не только выступали для односельчан, но и гастролировали по региону. У нас был хор. Просто у нас никак. Индигский хор, при Доме культуры хор. Очень много народу ходило. Человек по 20 был. Ездили мы и в Коткино, и в Ому ездили мы. В какой-то момент коллектив угас. Кто-то уехал из родного села, кто-то завел семью и уже было не до песен. На этом творческая деятельность остановилась, но ненадолго. Вроде общаться хочется, поэтому мы взяли и бросили клич, что давайте будем ходить. Начали ходить. А поскольку нас набралось около 10 человек, это уже не хор, это вокальная группа больше, наверное. Но и предложили нам ехать на Ренмар. А чтобы ехать на Ренмар, надо, чтобы было название у группы. Мы долго перебирали, название дали «Родные напевы». И с этого момента коллектив продолжил свою деятельность, но уже в новом формате. Родным напевам в этом году исполнится 53 года. Одним из лидеров творческого коллектива на сегодняшний день является Алена Торопова. В этом году мы очень интересное направление осваиваем. Мы второй уже видеоклип сделали на песни, которые мы исполняем. То есть мы пытаемся себя как-то развивать, ищем какие-то новые моменты. И это очень здорово. Репертуар коллектива достаточно разнообразный. Артисты исполняют как эстрадные песни, так и народные. Любую композицию ансамбль исполняют с любовью. Ну а самое главное для вокалистов – это подарить зрителям праздник. «Это, мне кажется, и эмоции, и желание приносить людям радость. И, во-первых, себе. Сам тоже живешь. Пока поешь, значит, живешь». «Каждый раз это, знаете, отдаешь частичку своей души, своих эмоций. И здорово, когда идет обратная связь. Ты видишь, что зрители очень радуются, волнуются тоже вместе с нами и поддерживают». Ансамбль «Родные напевы» – это визитная карточка Индиги. На протяжении полувека коллектив вносит свою лепту в историю поселка. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Индика. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Далее смотрите прогноз погоды.